Озеро, горы и лес. Туда стремятся любители активного отдыха и романтики. Чтобы вылазка на природу оставила только приятные впечатления, необходимо правильно подготовиться. Для начала нужно выбрать рюкзак. Для продолжительных походов выбирают каркасные рюкзаки с анатомической спинкой. Идет регулировка по спине, удобный пояс. Все это застегивается, удобно регулируется. Водные походы, когда вы справляетесь на катамаране. Можно использовать простые рюкзаки без каркаса. Они очень объемные. Ну и, соответственно, дешевле. Позаботиться нужно и о ночлеге. Если в поход отправляетесь всей семьей, нужна кемпинговая палатка. В ней можно ходить в полный рост, есть место для тамбура и кухни. Если же отдыхаете вдвоем, подойдет туристическая. Она компактная и легкая. Туристам-одиночкам предлагают более легкую модель – ультралайт. Надо обращать внимание на водяной столб. То есть, чем он больше, тем лучше, а палатка у вас не промокнет. Водяной столб – это условное измерение устойчивости палатки к дождю. Тепло внутри обеспечит спальный мешок. Летние спальники полностью расстегиваются. То есть, это считается как одеяло. Можно назвать как клет. Сверху также можно второй спальник и соединить будет один большой двойной спальник. Для осенне-весеннего похода подойдут спальники-коконы. Они плотно облегают тело, застегиваются только с одной стороны. И спасают от холода даже в минус 30. А спальники для компактности можно упаковать в компрессионные мешки и затянуть. Займет меньше объема в вашем рюкзаке. Не обойтись и без походной посуды. Главное – заранее решить, как будете готовить еду в полевых условиях. Для костра используются обычные котелки из нержавейки. Для их установки используют либо тросик, натягиваются между двумя деревьями, опорами. Если опор нет, то можно брать вот такие треноги. Для готовки на газу появились очень легкие компактные кастрюли из силикона. Они складываются и в собранном виде получаются тарелки. Начинающему туристу следует знать простую схему сбора вещей в рюкзак. Мягкая к спине, тяжелая вниз, объемная и хрупкая наверх. Предметы первой необходимости в карманы. Не забывайте и о мелочах. Спички, фонарик, элементарные средства гигиены и, конечно, базовый аптечный набор. Евгения Малышко, Павел Головин, ОТВ.